Продолжение следует... То, что могу сказать о названиях греческих и других индоевропейских, скажу в третьем последнем докладе, который сделаю завтра. А сегодня ограничиваюсь некоторыми замечаниями, которые касаются главным образом текстов, потому что, поскольку основное, что нам предлагают обсудить наши гостеприимные хозяева – это текст Данилайтиса и его предыстория, вот я хочу немного поговорить о греческих текстах. Из них для проблемы, которую мы уже начали обсуждать после первого моего доклада, Татьяны Михайловны, вопрос о том, когда возникает выделение именно времен года, а не других частей. Могут быть разные части года, не только времена года, не только месяца, а какие-то части, о которых Владимир Владимирович сейчас нам убедительно говорил. То есть, какие-то функции, которые исполняются без наименования. Вот самый интересный текст этой точки зрения мне представляется «Гомеровский гимн Деметрия». Хелен Фолли напечатала сравнительно недавно такую большую книгу, где кроме ее перевода и довольно подробного комментария содержатся перепечатки некоторых классических работ об этом гимне, и кое-что из новых работ. Я не буду все это повторять, а скажу только, что современные исследовательницы в основном сосредоточены на очень модной, особенно в Америке, в Соединенных Штатах, теме так называемого гендерного или полового подхода к литературе и к мифологии. То есть, их больше всего интересует то, что в том или ином сюжете видная роль принадлежит мифологическим существам женского пола или богиням. И как-то мне покойная Мария Гимбута со смехом говорила, что после публикации разных ее работ на эти темы она стала крайне популярна у феминисток. Ее постоянно приглашали на разные собрания феминисток, чтобы она им рассказала. А ее основной вывод, я думаю, для нас всех очень интересен. Вы помните популярные когда-то идеи Баховена, которые у нас часто очень повторялись в разных учебниках тоже, о древности матриархата. Гимбута довольно убедительно показала на исследованиях древних неолитических поселений. Она была прежде всего археолог, литовский археолог, поэтому я, говоря о ней, хотел бы отметить, что она видный представитель литовской гуманитарной науки. Начинала, между прочим, с очень интересной работы о литовском народном искусстве. Ну и потом много занималась балтославянской мифологией и так далее. Гимбутас показала, что для неолитической революции, городской революции, в смысле Чайлда, действительно очень характерно выдвижение на первый план женских персонажей. Она, как археолог, исследовательница материальной культуры, прежде всего связывала это с особенностями изменения питания и сельскохозяйственных работ. То есть, сильно вырастает по ее представлениям роль женщины, занятой в обработке результатов сельского хозяйства. Ну, например, ручные зернатерки. Я приведу просто для наглядности один потрясающий текст, который мы знаем в разных вариантах древневосточных. Я знаю соответствующие месопотамские тексты и хетские переводы, но также есть балтийские тексты, в частности, латышские дайны на эту тему. Боги обсуждают, надо ли истребить человечество. Это такой популярный мотив, как неудивительно в мифологии. Человечество себя плохо ведет, но много причин, почему надо истребить человечество. И происходит совет богов, где это обсуждается. И на эту тему высказывается одна из богиней. И она говорит, вы подумайте, какой ужас. Ведь тогда, ну, дальше следует имя, ну, одно из присутствующих, предположим, Астарта. Тогда Астарте самой надо будет в своих руках держать зернотерку. Понимаете, вот это действительно крайне интересно, да, что человечество сохраняется потому, что нужны жертвоприношения, боги должны вдыхать дым. Это они говорят на этом совете. Они нас сохраняют только поэтому. Но при этом возникает существенный вопрос занятости женщин. Женщина оказывается существенно занята, поэтому богини против истребления человечества. Ну, это я говорю к примеру. Но с этой точки зрения исследован вот этот интереснейший гимн к Демяте. И он во многом подтвердил идеи, которые... Исследование во многом подтвердило идеи, которые, вообще говоря, давно высказывались. То, что мы находим в ранних мифопоэтических представлениях о Демете, очевидно связано с, условно говоря, восточно-средиземноморским циклом разных мифов об исчезающем мифологическом существе, с которым связано плодородие. И это исчезающее мифологическое существо может быть женщиной, может быть мужчиной, может быть двуполом, как, видимо, Дионис во многих вариантах. На мой взгляд, одним из первых очень замечательным образом эти вопросы исследовал мой тезка. Я родственным образом никак с ним не связан. Вячеслав Иванович Иванов. И я, пользуясь случаем, я хочу сделать один подарок в библиотеку нашего гостеприимного дома Балтрушейтиса. Я в свое время от сына Вячеслава Ивановича Иванова получил копию. Это ксерокс. Ну, не очень хороший ксерокс, но тем не менее ценный. Первое издание книги Вячеслава Иванова «Дионис» и про дионисийство – это «Баку, 23-й год». Это экземпляр ксерокс сделан с копии лично Иванова, куда он вписал некоторые, особенно греческие фразы, и кое-что, что, видимо, было сочтено трудным для воспроизведения или не очень понятным в «Баку», когда это печаталось. Так что это более полный текст. К сожалению, именно эти вставки не везде очень ясны, но все-таки можно их разобрать. И я пользуюсь случаем. Мне очень хочется, чтобы в библиотеке здесь не только замечательные книги, которые, я знаю, по балтистике были, но и то в смежных областях мифологии, что сегодня мы обсуждаем. Так что это вот вам подарок. Мика была переплетена, и при этом половина написанного обрезана. Просто поэтому это объективно не читается. Да. Спасибо. Я хочу сказать кратко... Что вы несете? Вечаянно. Спасибо большое. Я хочу кратко сказать, почему после перечитывания многократного этой книги мне представляется, что она до сих пор, значит, сколько лет прошло, это 23-й год, а он продумал все это гораздо раньше, но продолжал думать до самой смерти, готовя вот немецкое издание, которое так и не вышло. Почему? Мне кажется, это очень интересно. Иванов был одним из первых, кто понял, что некоторые греческие мифы и мифологические тексты, как тот же Гимн Геметрия, они отражают в это время бурно кипевшие, все время порождавшие новые и новые варианты, такой котел мифологического творчества, где постоянно повторялись сходные мотивы, но результат сцепления мотивов был различный. Я коснулся, главным образом, одного места в одной части в том, что рассказывается в Гомеровском гимне о Демете. Вы знаете, что Деметра дважды имело основания рассердиться, обидеться. Но этот текст указывает, видимо, на то, что он долго складывался, потому что в нем соединены две разных обиды. Не совсем понятно, почему понадобились обе. Она могла бы решиться на свою изоляцию от богов и от всего сельскохозяйственного цикла уже после первой обиды. Первая ее обида была связана с похищением Персифона, и это, собственно, главная фабуля этой. А второе – это то, как с ней плохо обошлись в связи с ее попыткой воспитать мальчика. В результате этого Деметра обижается, и она отказывается вернуться к жизни до того, как она была обижена. А до этого она была вместе со всеми бессмертными. А здесь она отъединилась от бессмертных. И вот это тот мотив, который именно так сформулирован. Значит, это пример, я просто на всякий случай говорю, это интересно с точки зрения длины вот тех мифопоэтических текстов, которые мы сегодня разбираем для древности. Всего в нем 495 строк. А вот тот критический момент, о котором я говорю, ее отказ от возврата после ее изоляции – это где-то после 300 строки. это место буквально совпадает с тем, что мы знаем в анатолийских мифах. Ну и самый известный из них, я его переводил на русский язык, но есть много разных изложений на разных европейских языках. Это миф о хетском и хатском бодиплодородии Телепине. Есть несколько анатолийских мифов такого рода. На всех известных нам анатолийских языках есть этот миф. Иванов был одним из первых, кто заметил, что в Грецию, в греческую мифологию мифы этого типа попадают из анатолийской области. В это время только начинались занятия древней Анатолией, ее мифом. Так что, спасибо большое. Так что это для своего времени было крупным открытием Иванова. Что происходит с богами в разных вариантах анатолийских мифов? Большей частью это мужчины, просто говорю это по поводу того, что сейчас привлечено внимание к дамам, к богиням. Большей частью мужчины, но есть и миф подобного рода о богине Солнце. На разных языках. Это разные языки, преимущественно анатолийские, северные, южные, анатолийские, индоевропейские, но также хатский язык, по видимости, на кавказского типа и ряд других языков этой же территории. При том, что все это довольно хорошо изучено, большая часть научной литературы по этому поводу остается в виде текстов диссертаций. Поэтому я кратко суммирую то, что, вообще говоря, известно специалистам по анатолийской мифологии, но, к сожалению, пока не вышло далеко за пределы тех, кто читает диссертации. Во всех вариантах анатолийских мифов, как и в тех мифах, где можно видеть влияние анатолийских вокруг, в частности, в Греции, но не только в Греции, присутствует мотив. Мифологическое существо – мужчина в большинстве случаев, женщина в некоторых случаях, как в истории Деметра, отказывается дальше исполнять свои функции, а функция связана с плодородием. И дальше следует описание того, как гибнут растения. Большая часть символов, которыми кодируется миф, растительные символы. Но речь идет также и о животных. То есть плодородие в разных его растительных и животных форм останавливается из-за того, что обижен один из недооцененных членов пантеона. Довольно часто в исходной фабуре этого бога или богиню не пригласили на праздник богов, на пир богов. И этим вызвана обида. Но бывают и другие причины. Вот как раз случай с Деметрой. Две даже другие причины я упомянул. Но важен основной мотив. Основной мотив – это тот персонаж, с которым связано плодородие. И это уже в эпоху, когда плодородие – это основа нормального функционирования всего общества. перестает действовать. Нужно найти выход. В этом заинтересованы все боги и глава богов, если таково и есть в пантеоне. В частности, Зевс очень беспокоится и так далее. Какое решение принимается в мифе о Деметре и в Гомеровском гимне? Это представляется очень интересным, из-за того, что мы с вами уже обсуждали, а именно вопрос о том, как может делиться год в связи с тем, что мифологическое существо может быть на том свете. Значит, Персифона, украденная и находящаяся на том свете, и это вызывает гнев ее матери Деметра, Персифона по компромиссному соглашению, будет оставаться на том свете только две трети года, а треть года она будет своей матерью Деметрой. Вот это результат некоторого торга, благодаря которому возвращается плодородие, Деметра начинает снова исполнять свои функции, ну, как Телепин в соответствующем варианте Хецкого мифа, и как многие другие персонажи. Знаете, это сравнение стало, может быть, и слишком популярным. Очень часто говорят миф об исчезающем и возвращающемся Боге. Так же, как и во многих других случаях, лучше разделять миф и мотив. Вот мотив потери плодородия и необходимости его восстановления – это то, что объединяет все мифы, о которых я говорил. А дальнейшие особенности мифа, как вы видите уже из того, что я говорил о причинах, почему вообще об этом заходит речь, структура мифа в целом может быть разная. Так что я бы сказал, что мифы в целом в Восточном Средиземноморье различны, но этот мотив повторяется во многих из них. Это мотив, в связи с которым появляется, выявляется наличие определенных сезонов. Как эти сезоны связаны с регулярностью хозяйственного и природного цикла – это вопрос более сложный, потому что что происходит в Греции? Получается деление года на три части, но эти три части неравномерны. Только одна треть – это та, когда есть процветание, то есть это весенне-летний период, который оказывается всего треть года, то есть четыре месяца всего-навсего. А другие восемь месяцев – это две других трети года. То есть проблема деления на части года, она в связи вот с нахождением одного из мифологических существ на том свете, она по-разному решается в разных традициях. Мы не можем сказать, что, скажем, деление пополам или деление на три части – оно универсально. Разные традиции дают разные ответы. Интересно выяснить, по какой причине предпочитается один или другой вариант из возможных. Я хотел бы отметить также то, что в этом греческом варианте восточно-срединноморского мифа. Речь всё-таки идёт преимущественно о взаимоотношении матери и дочери, то есть действительно о женских персонажах мифа. Другие варианты, те, которые обычно связывают с дионисизмом в разных формах, они касаются мужских персонажей. То есть, иначе говоря, то, выступают ли женские персонажи или мужской, это не вполне безразлично по отношению к структуре мифа в целом. Но основное не для фабулы, фабула может быть различная, с разными дополнительными мотивами, а для сюжета основное – это то, что отсутствие главного мифологического персонажа введёт к потере плодоносности природы в целом. Я немного хочу сказать в этой связи о проблеме соотношения греческой мифологии этого рода, то есть дионисийской, и то, что Вячеслав Иванович Иванов называл протодионисийской или околодионисийской, включая туда разного рода мифы этого типа. Значит, мы можем думать, и это то, в чём Иванов согласен с большинством современных исследователей, мы можем думать, что речь идёт о целом комплексе самых разных мифов, но все они маргинальны по отношению к Греции. Это могут быть более севербалканские мифы типа нефракийских, это могут быть разнообразные анатолийские мифы, некоторые из мифов областей к югу от Анатолия, Сирии и Палестины, но в том числе и тех, кто поздно появляется в Сирии и Палестине и несёт на себе отпечаток связи с анатолийско-балканским ареалом. Но так или иначе, это очень большая область разных мифологий, которые лишь косвенно связаны непосредственно с греческой. Хотя мы узнали об этом, главным образом, через греческую мифологию. Очень много нового добавили исследования последних лет, касающиеся южно-натолийских языков, в частности, того, что мы узнаём о Дионисе, с упоминанием его имени и текстов, которые прямо соотносятся с мифом и ритуалом Диониса в иероглифических лувийских текстах Северной Сирии и некоторых окрестных странах. То есть сейчас можно считать, что это не домыслы относительно того, что греки восприняли какие-то чужие мифы, а действительно мы знаем, что значительное число мифов возникает во втором, не позже второго тысячелетия, вот в этом духе. Значит, как это связано с нашей проблемой деления года? По-видимому, в этих мифах второго тысячелетия мы видим отражение времени, когда чёткого деления года нет, оно формируется на наших глазах. И разные традиции делят год по-разному, но в пределах 2, 3, 4. И 4 мне меньше всего встретилось в этих нескольких вариантах. 2 мы слышали от Владимира Владимировича, 3 – это основной вариант, на котором я вам сегодня говорю, на основании мифа Альземетрия. И завтра я буду говорить о некоторых данных по поводу того, когда у индоевропейцев возникает всё-таки четырехчастное деление. Все эти деления происходят в сравнительно позднее время, в большой степени связаны с растительными культами, с названиями растений, которые отразились в названиях сезонов. Последнее, о чём я хотел сказать, это сапфу. Сейчас открыты некоторые новые тексты, этим много занимаются такие специалисты по Греции, греческо-натолийским связям, как Воткинс. Основное, на чём сосредоточены многие, это то, что хотя всё равно корпус сапфу остаётся очень небольшим, вы помните, что всё, что было известно перед Первой мировой войной из Алкея и Сапфу, вошло вот в эту книжечку Вячеслава Иванова, где многие тексты занимают одну строчку, поэтому на самом деле это очень маленькая книжечка. Ну и с тех пор не так уж много открыто, но поразительным образом многое из того, что снова открывается, указывает на очень тесные связи с анатолийской традицией. То есть мы, по-видимому, не только должны понимать, что в греческой мифологии, как мы её знаем, очень много зависит от влияния соседних культур вот с этими дионисийско-деметрскими мотивами, но это сказывается и на характере самих текстов. Опять сошлюсь на Вячеслава Ивановича. Иванова, он говорил по этому поводу о том, что Афродита оказывается входит в круг того, кого он в этой книжке называет престолу держательницами или товарищами-компаньонами по престолу с дионисом или с женскими соответствиями дионисом. Поэтому гимны сапфу оказываются в том же кругу, что и дошедшие до нас в большем количестве тексты, связанные с Адонисом. Я упомянул утром сегодня, когда начинал вам рассказывать о том, что сделали в нашей области сначала Веселовский, потом Фрезер, и я говорил о том, что они оба обратили внимание на то, что в этот круг представление, естественно, вот представление о соперничестве сезонов и о исчезновении одного из тех, кто связан с сезонами, в этот круг представление входит Адонис. Я вам напомню хотя бы 21-й плач из переводов Иванова «Плач по Адонису». Что киприда творить нам повелишь, никнет Адонис, нежный Адонис, бейте в перси, взрыдав, девы по нём, рвите хитоны, умер Адонис, плащаницей льняной ты повела тело богиню, о мой Адонис. Ну, подробности вы можете посмотреть в упомянутых мной классических трудах по греческой мифологии, но это часть тех многочисленных поэтических текстов, в которых отразилась идея исчезновения мифологического покровителя, плодородия, растительности, того элемента, который связан с продолжением умножениям и размножениям. И сейчас мы видим в гораздо большей степени, чем 80 лет назад, когда это всё начали обсуждать, что источник, вдохновляющий многие из этих поэтических и мифологических текстов, находятся в Анатолии, близко к тем местам, где греки продолжали жить во втором и первом тысячелетии до нашей эры и, может быть, жили раньше. Здесь, конечно, я не хочу смешивать хронологии, но, конечно, всё-таки возникает вопрос о том, что когда мы так напряжённо говорим о Греции в связи с Анатолией, мы всё-таки должны помнить, что вполне возможно, что в самой Греции был южно-анатолийский субстрат, на который наслоились, собственно, греки, переселившись туда из Анатолии, но в самой Анатолии они находились в непрерывном контакте с анатолийскими народами, народами. Поэтому то, что сейчас открывается, это результат взаимодействия на протяжении примерно полутора тысяч лет до появления самых ранних расшифрованных памятников. Конечно, может быть, когда будут расшифрованы другие тексты, мы что-то узнаем дополнительное, но на сегодняшний день можно сказать, что круг мифов об исчезающем божестве и плодородия это греческий и анатолийский или греческо-анатолийский круг мифов и вполне возможно, что надо остерегаться от слишком поспешных обобщений, которых очень много в книгах по истории религии, по философии религии, особенно в XX веке многие грешили тем, что идея исчезающего и возрождающегося Бога похожа на многое в больших мировых религиях, похожа на только отчасти, мы все-таки здесь привязаны к очень определенной культурной среде, мы привязаны ко времени вскоре после неолитической революции, привязаны к непосредственной связи с производительностью природы, которая нужна в условиях одомашнивания растений, одомашнивания животных, когда это все совсем новое. Я, кстати, все-таки пользуюсь случаем, не то, чтобы возразить Владимир Владимировичу на его интересный доклад, но все-таки попутно сказать, что, конечно, и в споре тех двух сезонов, которые мы условно переводим как «Весна» и «Лето», каждый из этих сезонов так или иначе связывается с разного рода работами вот этого именно на историческом времени. То есть, мне кажется, что очень интересно читать эти мифы, именно понимая, что мы имеем дело с очень определенным периодом. Не хочу преувеличивать роли хозяйства для истории и культуры, но все-таки несомненно, что в этом Мария Гембатус была права, что то, что мы сейчас понимаем на неолитическом хозяйстве, многое нам объясняют в мифологии неолитического времени и, в частности, в необходимости появления времен года. Так как же обстоит дело с приурочиванием времен года к определенным божествам? Значит, мы слышали сегодня это подтверждается множеством текстов, что позднее в Месопотамии кодифицировано соотношение определенных явлений на небе и земле с конкретными богами, но оказывается, что приурочение сезонов к богам различно осуществляется в разных мифах. Я вам в качестве последнего примера, перед тем, как я кончу, чтобы не выходить за рамки регламента, я вам хочу что-то сказать о хетском мифе о Телепину, который часто в связи с этим цитируется. Да, хетский миф о Телепину нам рассказывает, что был такой бог, который обиделся на других богов, ушел от них, пропал, и потом его разбудила пчела, пчела – очень важный символ, как вы помните, для всего дионисийского цикла меха. И Телепин возвращается, пробудившийся, и плодородие, остановившееся плодородие всей земли возобновляется с ним. Но что такое Телепин? Ведь это божество семитского происхождения явно, то есть это некий их сын Бен, одно из многих доказательств того, что хатский астинокавказский язык испытал сильное влияние не только семитских языков, а и семитской мифологии. И этот персонаж, который проник в северно-анаталийскую мифологию из неизвестных нам, в общем, аналогичных по-видимому семитских мифов, он оказывается очень важным для нас по существу несомненно, что мы не знаем многого, из чего произошли вот все те мифы, о которых я рассказываю. Мы видим обломки какой-то очень большой цивилизации, которую можно условно отнести к третьему тысячу. Я поэтому задал вам вопрос о Витакере, потому что мне кажется симпатичной идеей, что некоторые может быть даже восстановимую нашими средствами культуру мы еще должны постигнуть, но прежде всего понять серьезно, что этим надо заниматься. Поэтому я с вами согласен, что надо к этому отнестись серьезно. к сожалению, большинство моих американских коллег не хотят воспринимать серьезно. Это вообще очень большая проблема. Многое из того, что мы сегодня обсуждаем и из того, что обсуждал уже Вячеслав Иванович Иванов, до сих пор находится за пределами корректной академической науки, и нам еще предстоит этим заниматься. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда, если можно, мы задержимся, потому что невозможно не задать некоторые вопросы. Значит, у меня говорили по тому оппозиции. В месторожной традиции возвращение умирающего и воскресающего божества предшествовало очень важным такому мартеру плывали, как змееводческий миф. Берем Леонид Мигурту или Берем Мартука, но весна обязательно маркируется между между новогодним героем и неким чудовищем, с змеевым. Так вот, надо сказать, что для месопотамской традиции характерна весной битва героя и чудовища, а осенью, начало второго полугодия, очень сильная фресия этой битвы и как бы сожаление людей о том, что эти чудовища убиты. К памятникам принесутся жертвы. Их так или иначе посчитают. В честь них даже устанавливаются большие стелы, как мы это видим в цилиндрах УДР, например. Таким образом, в начале второго полугодия происходит как-то расплата, в основном случае раскаяния за первое. И тем самым змееводческий миф очерчивает весь календарный год. местопадание. Отсюда вопрос Вячеслав Всеволодович умеет ли мы еще подобие в анатолийской традиции? Можем ли мы сказать, что в осенних анатолийских мифах в херстке и в херстке содержится какая-то рефлексия по поводу тех событий, которые пришли в Кругли? Да, я думаю, что можно сказать, поскольку я упоминал некоторых предшественников, я до сих пор считаю важной работу Гастера «Ritual Myth and Drama», где правильно было оценено значение херстского мифа о змее таком Илуйянке, который возможно вот некоторое соответствие, но при этом этот хатский и херстский миф, он прямо не связан с месопотамским, то есть это мифы с другими именами, с другими героями и даже другими сюжетами, но функционально возможно было такое же соотнесение и хронологически, то есть иначе говоря, все-таки мы какую-то общую типологию мифологии развития для этого времени можем сопоставить, это типологическое сопоставление, то есть оно не предполагает, что они все родственны вот в нашем лингвистическом смысле. как вы относитесь к этимологии Джошуа Катца для Иллуянки? Так с некоторым беспокойством, знаете, я немного знаю и другие его работы, он такой довольно остроумный человек, очень много придумывает. Половина с ехидной, половина с пискарем? Да. Нет, это можно так внимательно не изучать. Еще вопросы, если пока нету, можно я задам, Вячеслав Силович, два вопроса? Первый вопрос, иногда мы встречаемся, я об этом буду подробнее говорить, применительно к Гесиоду, с тем, что время года специально делится на две части. Ну, лето как лето и совсем жаркое время, которое выделяется по каким-то признакам, в том числе связанным с плодородием. Или зима как зима, бурное время для греков, а потом вот есть месяц Ленеион, когда просто всем плохо от холода. Значит, если мы это удвоим, то мы можем получить что-то похожее на то членение, которое уже вне сельскохозяйственного цикла обнаруживается в поэме, которую большинство приписывает Каледасия, где деление на шесть сезонов. И вот первый вопрос, нет ли смысла посмотреть на три, четыре, два сезона как на уменьшение, а не только как расширение? Да, я думаю, что это вполне возможно. все-таки для многих из культур, о которых мы сегодня говорим, характерен интерес к нумерологии как таковой. То есть многие все-таки к серьезным вещам подходили так, ну, как мы относимся к математике. Математика это всегда нечто, что дает точность. может быть это на самом деле не так, но они если ошибались, то в нашем духе. Так что я думаю, что это вполне реально. И второй вопрос в фиванских табличках, это находки 90-х годов на Одос-Пиропиду в Фивах, там в некоторых табличках появилась МА-ХА, которую пытались интерпретировать исходя из эскиновского текста, где хор обращается к Диметре со словами МА-ГА. И соответственно видеть в этих текстах предлагалось Диметру, что соблазнительно, потому что в следующей строчке встречается КО-ВА, то есть Корва на Микенском, то есть КО-РА, Персифона. И рядом встречается еще божество, которое обозначается как Апорий, и Годар и Сакони предлагали видеть в этом прямое свидетельство во втором тысячелетии мифа о Диметре и Персифоне, но очень резко возражал и в Дюм, который не признал ни одного отождествления жертвоприношением животных, которое и точно так же спорил вот с этим Апорием и со всем прочим. Какую позицию вы занимаете в этом споре? Ну, вы знаете, это действительно еще все-таки очень отрывочные сведения, чтобы как-то их свести к единой концепции, но я скорее думаю, что что-то в этом вроде есть. Во всяком случае, вот роль Корра, вероятно, действительно очень важна для всего этого комплекса мифов. Кстати, Гимбот с этим тоже много занималась еще до этого открытия. Так что я думаю, что в этом направлении можно думать, но я не убежден, что это все подтвердится. Я в данном случае не как ученый, а просто как любопытствующий. В прибалтийской мифологии, в литовской, в латышской змея занимает довольно значительное место. Вот существует ли какая-то взаимосвязь и преемственность? в свете того, о чем вы рассказывали. То есть являются ли болтославянские змеи проведены европейскими одновременно? Я правильно понял? Да, Саша. Вы знаете, я должен сказать, что Владимир Николаевич, которого мы сегодня здесь неоднократно вспоминаем, часто обращал внимание на то, что огромное количество вопросов всегда возникает именно по поводу змеи. Это такой популярный мотив, на который, наверное, надо ответить и, вероятно, нужно тоже вроде какого-то популярного руководства на эту тему сделать, потому что, конечно, змея – это прежде всего аммоним, и там кроме собственно змеи есть мифологическое существо «змей». Вот русское «змей» и «змея» на самом деле – это совершенно разные персонажи. Змеи есть, я думаю, во всех мифологиях, то есть некоторые чудо-юдо, такие удивительные существа, которые везде появляются, не всегда отрицательные, иногда с ними связываются разные блага, даже богатства они приносят дам и так далее, а другое, вполне точно описываемое – это змей, соответствующий какой-нибудь из породы змей. Мне кажется, что вот змеи, собственно, змеи, они все-таки гораздо меньшую роль играют в мифологии, в отличие от змея как мифологического существа, которым мы все должны заниматься, в частности, пропагандируя мысль, что, может быть, лучше даже пользоваться другим термином, чтобы избежать путаницы. Спасибо.